Божаю здоровья, шановные украинцы! Желаю здоровья, уважаемые украинцы! Провел сегодня заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Уже в 27-й раз с начала полномасштабного вторжения. Рассмотрели ключевые вопросы обороны. Наши активные действия на передовой, дальнейшее освобождение территории от оккупации, снабжение боеприпасами и техникой, ремонт техники, другое обеспечение сил обороны, а также подготовку к зиме. Конечно, рассмотрели и те планы, которые есть у российских военных. Докладывали главнокомандующий, руководитель разведки, командующие оперативными направлениями, министры. Каждый день без перерывов работаем, чтобы ускорить возобновление территориальной целостности нашего государства. И всегда на Ставке мы отмечаем успехи наших воинов, результат, который обеспечивается в освобождении украинской земли. Каждый раз есть поводы порадоваться вместе со всеми украинцами. По итогам этой недели хочу отметить воинов 54-й отдельной механизированной бригады имени гетьмана Ивана Мазепы, 5-го отдельного штурмового полка и 10-й отдельно горно-штурмовой бригады за храбрость и стойкость при удержании рубежей на северском направлении. А также бойцов 25-й отдельной воздушно-десантной сечеславской бригады за решительность при освобождении нашей территории, за особую энергичность. Благодарю вас, воины! На отлично проявили себя воины-пограничники Чопского отряда, которые сейчас в составе Сил обороны Украины защищают наше государство в Донецкой области. Сегодня они остановили жесткие штурмовые действия врага. Российская атака отбита. К тому же сумели пополнить наш обменный фонд. Спасибо, ребята! Есть результаты и воздушных сил. Есть сегодня сбитый российский ударный вертолет и сбитый российский военный самолет Су-25. Российские террористы продолжили обстрелы по разным направлениям. Черниговщина, Харьковщина, Донбасс, Днепропетровщина, Запорожье и область, Николаев и область. Отвечаем оккупантам. Ощутимо отвечаем. В целом по стране в течение дня не было аварийных отключений. Удалось восстановить техническую возможность снабжения энергии после тех российских ударов, которые произошли в течение недели. Но дефицит генерации все еще сохраняется. Поэтому бережное потребление электричества и стабилизационные ограничения должны продолжаться. И, пожалуйста, в темное время суток будьте особенно внимательны на дорогах. Было уже много обращений, в частности от национальной полиции, по поводу необходимости для пешеходов иметь на одежде светоотражающие элементы. Это очень важно и для детей, и для взрослых. Но не менее важно, чтобы ответственное отношение было и у водителей. Сейчас стоит не просто соблюдать скоростной режим, но и дополнительно сбавлять скорость, особенно в тех местах, где есть нерегулируемые пешеходные переходы. Пожалуйста, заботьтесь о безопасности других. И, кстати, хочу сегодня поздравить всех украинских автомобилистов, не только гражданских, но и военных, с Днем Автомобилиста и Дорожника. Обычно вам желают хорошего пути. А я знаю, что этот наш с вами путь, хоть и нелегкий, но точно ведет к нашей общей победе. Поздравляю! В порту Черноморск уже загружено очередное судно, зафрахтованное продовольственной программой ООН. Это балкер, на борту которого 40 тысяч тонн пшеницы для Эфиопии. Страны, переживающие чрезвычайно болезненную ситуацию с едой. Эфиопия на грани голода. Эта проблема не только о росте цен на продукты, но и о физическом недостатке пищи. Мы готовы выпустить это судно в море, как и все остальные, вышедшие из портов Большой Одессы, за время экспортной зерновой инициативы. Но и этот балкер с пшеницей для продовольственной программы ООН и другие суда с агропродукцией вынуждены ждать, потому что Россия шантажирует мир голодом. Что мир услышал? Что будто кто-то из зерновоза запускает дроны. Сначала они говорили о боевых птицах, потом о боевых насекомых, теперь о боевом зерне. Пшеница-убица, от которой тонут российские адмиралы. Ну что можно сказать? Реально больные люди. Но эти больные люди снова ставят мир на грань жесткого продовольственного кризиса. Россия — это единственный виновник того, что продукты питания будут сейчас дорожать для разных людей на огромном просторе, от Западной Африки до Восточной Азии. Россия — причина, почему люди, в частности в Эфиопии, Йемене или Сомали, остаются с катастрофическим дефицитом продовольствия. Конечно, партнеры пытаются убедить государство-террориста немного сбавить обороты в шантаже. Но реалистично ли это? Пока факты указывают на то, что руководство России больше заинтересовано в обострении продовольственного кризиса, чем в выполнении подписанных документов. И это, кстати, ответ всем, кто говорит о переговорах с Россией. Зерновой коридор — это очень конкретный пример. Там сейчас 218 доказательств, что Россия не хочет никаких подлинных соглашений. 218 судов, ожидающих возможности ввести продовольствие по экспортным контрактам или зайти в украинские порты. Неделя за неделей Россия тормозила зерновой коридор, несмотря на свои же обещания партнерам. И теперь заблокировала его полностью. Украина со своей стороны сделает все, чтобы экспортная зерновая инициатива работала и дальше. И я благодарю всех, кто помогает нашему государству. Спасибо каждому и каждой, кто воюет и работает ради нашей победы. Спасибо всем, кто в этих обстоятельствах проявляет заботу о других. Слава Украине!